Так, следующий будет доклад посвящен плоскоклеточному раку легкого. Первое, что хочется сказать, сегодня это уже звучало, как часто плоскоклеточный рак встречается. Треть больных. Много ли мало? Не мало. У нас больных много курящих. Этот вид опухоли имеет свои особенности. И достаточно часто больные уже идут с манифестацией клинических признаков, с одышкой, с признаками от электаза, с обструктивными бронхитами, с обструктивной пневмонией. И нередко бывают пациенты уже пожилого возраста, с сопутствующей патологией. И, как правило, мы наблюдаем, если при аденокарциномии часто встречаются женщины, не курящие, то здесь курильщики. Это совсем другой контингент пациентов. Прогноз. Если пациента не лечить, первое, а второе, мы живем с вами в Российской Федерации, и к нам появляются пациенты достаточно часто уже с запущенными стадиями заболевания, то если такие пациенты появляются, к сожалению, общая выживаемость их невелика. Это буквально несколько месяцев. И пятилетняя выживаемость, к сожалению, всего-то полтора процента. Какие у нас на сегодняшний день возможности есть лекарственного лечения плоскоклеточного рака? В общем-то, препаратов вроде в арсенале не так мало, но, тем не менее, эффективность химиотерапии не столь высока. При плоскоклеточном раке легкого не используются такие препараты, как пиметриксет, который более эффективен. При аденокарциномии он достаточно эффективен. Не используется биоцезумаб. И на сегодняшний день используются таргетные препараты. Изучается эффективность иммунотерапии. И если мы обратимся к следующему слайду, вот как раз у нас показана, какова эффективность химиотерапии максимальная при плоскоклеточном раке легкого. Она не превышает, как правило, и в практике мы это видим, не превышает 40%. А общая выживаемость пациентов на фоне химиотерапии не превышает одного года. В настоящее время изучаются и таргетные препараты эффективности, и новых препаратов из серии иммуно-онкологических препаратов. В частности, неволумаб. Неволумаб, вы наслышали, это моноклональное антителло, которое направлено против ПД1, то есть запрограммированной смерти креток. И, как видите, его преимущество по сравнению с химиотерапией, оно, конечно, существует. Медиана общей выживаемости выше на 3 месяца. Мы говорим все-таки о пациентах, которые уже получают неволумаб в качестве второй и последующей линии лечения. Безусловно, конечно, будущее за такими препаратами, как неволумаб, бембролизумаб, конечно, оно очевидно. И в 2005 году из таргетных препаратов, я говорю, что было использовано, в 2005 году был зарегистрирован препарат эрлотиниб, то есть торцева, для лечения больных с плоскоклеточным раком легкого, на основании исследования, которое показало, что общая выживаемость пациента по сравнению с плацебой выше на 2 месяца. И на сегодняшний день, буквально более свежие такие данные, новый препарат, нецетомумаб, моноклональное антитело, которое направлено против ЭДЖФР при плоскоклеточном раке легкого, оно было одобрено в конце прошлого года на основании исследований, которое включено более тысячи пациентов. И вот посмотрите, зарегистрированный препарат на основании вот таких данных, что он влияет на общую выживаемость. Хотя выигрыш не так и высок, казалось бы, всего-то полтора месяца, но тем не менее, вот этот препарат зарегистрирован, но он зарегистрирован в качестве препарата добавления к химиотерапии. К химиотерапии в качестве первой линии, например, химиопрепаратов цисплатин плюс гемцитабин. Следует отметить, что плоскоклеточный рак легкого – это вообще та, наверное, та еще почва, на которой можно еще много-много еще получить в каких-то данных. Чем это обусловлено? Потому что при плоскоклеточном раке наблюдается достаточно высокая частота соматических мутаций. И такая высокая частота мутаций, пожалуй, наблюдается еще выше только при меланоме. А так вот на следующем месте стоит это плоскоклеточный рак легкого. И почему мы все-таки говорим о применении таргетных препаратов, в частности, препаратов, которые используются при наличии интермутации ЭДЖФР при плоскоклеточном раке? Они же используются чужащиеся его все-таки при аденокарциноме. Но это обусловлено тем, что все-таки при плоскоклеточном раке наблюдается изменение пути основного РББ, и наблюдается именно не наличие мутации, а гиперэкспрессия, гиперэкспрессия рецепторов ЭДЖФР. Амплификация, если гиперэкспрессия, посмотрите, наблюдается где-то до 80% случаев, то амплификация наблюдается достаточно нечасто, максимально это 25%. То есть это как раз то, что нарушение сигнальных путей, связанное с рецепторами семейства РББ, является как раз и решающим фактором в патогенезе немелкоклеточного рака легкого и является тем пусковым моментом, на который мы опираемся при назначении таргетных препаратов именно при плоскоклеточном раке легкого. И, как я уже сказала, эрлатильни в 2005 году препарат был зарегистрирован для лечения второй линии немелкоклеточного рака легкого, в частности плоскоклеточного рака легкого. Афотениб уже применялся и показал свою противоопухолевую активность при плоскоклеточном раке легкого в одном из исследований ЛАКС-ЛАНГ-5 при раке головы и шеи. Вот это исследование ЛАКС-ЛАНГ-5. Как видите, афотениб использовался в стандартной дозе 50 мг. В последующем при наличии эффекта он исследовался, либо при наличии эффекта, то есть при прогрессировании процесса уже шла рандомизация и использовалась другая ветка лечения. И что показало вот это исследование? Посмотрите, в части пациентов 17 человек были с плоскоклеточным раком легкого. И у них как раз выживаемость прогрессирования была наиболее выражена по сравнению с другими гистологическими формами. То есть это исследование ЛАКС-ЛАНГ-5 оказалось первым, на основании которого стали говорить о применении афотениба при плоскоклеточном раке легкого. И полное сравнительное исследование применения ифотениба по сравнению с афотенибом в качестве второй линии при плоскоклеточном раке легкого – это ЛАКС-ЛАНГ-8. Как видите, рандомизация пациентов. Одни получали препарат афотениб, то есть тирозинкеназный ингибитор второго поколения, а другие – афотениб, это тирозинкеназный ингибитор первого поколения. И получали лечение до прогрессирования либо непереносимой токсичности. По основным характеристикам группы были равноценны. Здесь были пациенты различной расы – и восточной, и невосточно-азиатской. Были и курильщики, и некурильщики. Как видите, здесь были все пациенты с плоскоклеточным раком, и очень небольшое количество были пациенты со смешанным типом опухоли. И вот что показало данное исследование. Данное исследование показало, что преимущество, конечно, при применении афотениба по сравнению с эрлотенибом существует, но примерно где-то чуть меньше месяца. И кривые несколько разнятся. Выживаемость у пациентов на фоне приема афотениба выше при плоскоклеточном раке легкого. То же самое в этой исследовании показало и на подгрупповом анализе. Левые столбики свидетельствуют о преимуществе афотениба при назначении при плоскоклеточном раке легкого, при различных факторах, в том числе включающие и гистологические типы, отношения к курению и другие факторы. Интересный слайд – это объективный ответ и уменьшение опухоли. То, что сейчас очень интересно показывать, эти водопады. Более выражено, конечно, снижение размеров опухоли при назначении афотениба. И посмотрите, частота ответов небольшая, в общем-то, 5% всего. Но, наверное, это как раз не главное при назначении таргетных препаратов. Более все-таки, конечно, актуально говорить о качестве жизни пациентов и о контроле над заболеванием. То есть у больных уходят симптомы заболевания у половины пациентов, когда получают афотениб, и где-то у 40% получающие афотениб при плоскоклеточном раке легкого. Если говорить о профиле безопасности, сразу следует сказать, что при правильном анализе токсичности практически у всех пациентов всегда на противоопухолевой терапии наблюдается тот или иной вид токсичности. То же самое при таргетной терапии. Практически все пациенты имеют 99-98% и имеют тот или иной вид токсичности. Третья степень токсичности нередко встречается. Посмотрите, 50%. 50%, а серьезные негативные явления 40%. Немалый процент. Но, опять же, повторюсь, что, конечно, доктора и больные должны быть осведомлены о возможной токсичности, предупреждены заранее эти осложнения, на более ранних сроках нужно реагировать на эти исследования и правильно их лечить. Опять же, по спектру токсичности эти негативные явления одинаковы, но, тем не менее, диарея чаще встречается и в этом исследовании при применении афотениба, а вот сухость кожи, кожный зуд чаще при применении эрлотениба. И общая выживаемость при применении афотениба. Вот исследование, да, достаточно тут много пациентов, как видите, тоже преимущество 7,9 и 6,8. 22% пациентов живут, 22% живут пациентов полтора года и 14% при применении эрлотениба. И то же самое преимущество афотениба по подкрупповой, по общей выживаемости, также преимущество есть. Таким образом, можно сказать, что вот это вот исследование, лаксанг-8, которое тоже является первым сравнительным исследованием, но уже мы сравниваем два препарата при плоскоклеточном раке лёгкого, причём во второй линии лечения. Преимущество оно, конечно, очевидно и в отношении общей выживаемости и снижения риска смерти. Профиль безопасности, как я уже говорила, он достаточно известен, предсказуем. И то есть афотениб продемонстрировал достаточно высокую эффективность в отношении такого заболевания, как плоскоклеточный рак лёгкого, и он может быть использован тоже в арсенале лечения наших пациентов. Спасибо. Спасибо. Какие вопросы? Нет, конечно, нам как раз это... Я хочу сказать, что если я правильно понял, то при плоскоклеточном раке афотениб по второй линии можно назначать и при отрицательном результате на исследование мутации, или обязательно её... А там мутации может не быть, как я показывала, там гиперэкспрессия может быть до 80%. Амплификация очень редко встречается, её можно и не найти совсем даже. Поэтому здесь новая генаучная добавит что-то. А гиперэкспрессия по литературным данным до 80%. Должна быть. Не обязательно. Нет, я просто сказала об основании. Думали, почему работает препарат при плоскоклеточном раке? Казалось бы, нет, не должен бы работать. Но тем не менее он работает, и клинические исследования показали. И в практическом применении тоже показало, что да, можно назначать препарат, и у ряда пациентов он имеет своё преимущество. Процент рейд-респонсов, объективных ответов, он невысок, как видите. Он всего 5% во второй линии. Но тем не менее уменьшение симптомов заболевания и контроль над заболеванием больше, чем у половины пациентов. То есть это говорит, что всё-таки препарат работает, и вот именно на этом сигнальном пути РББ. Понятно. Я почему задавал вопрос, что в принципе обоснованно назначение. Спасибо большое. Спасибо. Я, наверное, не показала... Ой, опять. Да, будьте добры, в конце ещё раз. Следует сказать, что афотиниб, в своей инструкции, вот последнее уже было показание, что он показан при плоскоклеточном раке лёгкого. То есть вы можете абсолютно чётко назначать этот препарат при плоскоклеточном раке лёгкого на фоне... Но он по инструкции, прогрессирующей после первой линии, после химиотерапии. Это то, что касается инструкции. Никита Евгеньевич ещё, да? Никита Евгеньевич. Больше, наверное, идёт накопление наших знаний. Будет, какие будут мутации у больных с плоскоклеточным раком. Помяну я тот слайд, когда опухоль достаточно иммуногенна, она, по идее, должна иметь очень много мутаций. Наверное, просто какой-то набор должен быть уже материалом, на который мы будем реагировать. Сказать, что какой-то когорте показан абсолютно, какой-то нет. Ну, однозначно, если, например, пациент пришёл достаточно тяжёлый, нам нужно быстро с ним решать вопрос о назначении того или иного лечения, скорее всего, что, наверное, в пользу либо БС-эпотевки, может быть, это химиотерапия. Тут уже будет нам, наверное, не определение мутационного статуса. Всё-таки это, наверное, должно быть не ценой жизни и ценой откладывания какого-то решения. А когда мы будем набирать, наверное, когорту пациентов достаточно таких вот работоспособных и без каких-то очевидных, может быть, признаков, клинических признаков, надо здесь подумать просто. Это, я думаю, что набор просто будет у нас. Давайте я лучше, потому что, в общем, ситуация такая. Первое. Дифференциальный диагноз между плоскоклеточным раком и неплоскоклеточным – вещь непростая, потому что, если верить морфологам, когда детально изучаются все участки опухоли, то не менее 20% раков, они диморфны, то есть они содержат участки, которые имеют другое гистологическое строение. И вообще сама вот эта идея гистологической классификации, она, честно говоря, периодически критиковалась, что она, в общем, не настолько уж отражает патогенез опухоли, как этого хотелось бы. Соответственно, когда надо назначать более того, более того, если взять реальные данные, которые получены у нас в стране, я не беру вопрос правильности диагностики. У нас 5% плоскоклеточных раков имеют пресловутую мутацию. Скорее всего, из-за ошибки диагноза, из-за ошибки дифференциального диагноза между плоскоклеточным раком и одианокарциновом. Но, тем не менее. Значит, самый главный вопрос, если не идти в дебри кабинетной науки, а все-таки попытаться ответить на вопрос, когда. Первое. Если пациент не курящий, и морфолог пишет плоскоклеточный рак, целесообразно начинать тесты на мутацию GFR, забыв, что это плоскоклеточный рак. Второе. Умеренная анамнез курения. Что считать умеренным анамнезом курения? Ну, условно скажем, если стаж курения меньше 20 пачка лет, то по более или менее каким-то международным общепринятым правилам это достаточно большой стаж курения, принято считать умеренной. На самом-то деле у большинства больных с плоскоклеточным раком это стаж курения заметно больше. Третье. Пол. Женщины редко курят крепкий табак. Я имею в виду папиросы и сигареты, ну, прошлого поколения. Соответственно, если у женщины обнаруживается плоскоклеточный рак лёгкого, но при этом нет никаких оснований, почему именно плоскоклеточный, а не адена, тоже лучше бы назначить тест, потому что и с женским полом, и аденокарциномы как таковые ассоциированы, то есть можно ожидать ошибку в диагнозе, и вероятность обнаружения мутации у женщин при прочих равных, при прочих равных, примерно в два раза выше. Получается, что, в общем-то, довольно существенная категория потенциальных пациентов с плоскоклеточным раком лёгкого в общем-то по-хорошему являются кандидатами на тестирование мутации GFR. Просто больного надо расспрашивать и относиться к этому серьёзно. Меня немножко расстраивает, что про мутации GFR, в общем-то, говорят довольно много, а другой очень многообещающий параметр, его как-то упускают. И я этот слайд часто выкидываю, потому что это редкость. Всё-таки, если верить литературе, то от 2 до 4% больных имеют мутацию в гене DDR2. Это абсолютно сопоставимо с частотой и транслокацией ALK, вокруг которых масса сателлитных симпозиумов, событий и так далее. Если есть мутация в гене DDR2, по крайней мере на основе единичных наблюдений, это означает чувствительность препарату Дасатиниб. Дасатиниб – это препарат, который используется у гематологов. То есть, в принципе, то он доступен. Но там очень сложный тест, очень сложный. Там надо секвенировать полный ген. И, как показывает практика, нам таких тестов, ну, они были единичные, мы ни разу мутацию не нашли. Но вот если меня спросить, вот пациент с раком лёгкого плоскоклеточного, я бы начал с того, чтобы разобраться, насколько это классический плоскоклеточный рак. Если не совсем классический, я бы начал всё-таки спростовываться. То есть, если есть доступ к препарату, то тогда имеет смысл биться. А вот если ни то, ни другое, тогда я полностью согласен с Светланой Анатольевной, что дальше уже так. Продолжение следует...